добрый день уважаемые восьмиклассники мы начинаем наш одиннадцатый урок физики в третьей четверти и сегодня на уроке мы ответим на следующие важные вопросы от каких факторов зависит электрическое сопротивление проводника как отличаются электропроводности различных металлов как выглядит графическая зависимость силы тока от сопротивления и с помощью какого прибора можно управлять силой тока и напряжением в цепи на прошлом уроке мы узнали как возникает электрическое сопротивление проводников это происходит в результате взаимодействия электронов с ионами кристаллической решетки теперь давайте ответим на вопрос от каких факторов зависит сопротивление проводника для этого проведем эксперимент соберем электрическую цепь состоящую из источника тока амперметра вольтметра и соединительных проводов на специальные панели закреплены различные проводники три никелиновых отличающихся друг от друга длиной и площадью поперечного сечения и один нихромовый равный по длине площади сечения с одним из никелиновых проводников в первом опыте мы будем подключать к источнику тока никелиновые проводники имеющие одинаковую толщину но разную длину обратите внимание сила тока на втором проводнике больше следовательно чем короче проводник тем меньше его сопротивление и наоборот с увеличением длины проводника его сопротивление растет и так сопротивление проводника прямо пропорциональной его длине в следующем опыте к источнику тока подключим никелиновые проволоки одинаковой длины но с разной площадью поперечного сечения вы видите что сила тока тем больше чем больше толщина проволоки следовательно мы можем сделать вывод с увеличением площади поперечного сечения его сопротивление уменьшается а теперь проведем испытание на зависимость сопротивления проводника от свойств вещества из которого он изготовлен подключим к источнику сначала никелиновый а затем нихромовый проводник длины и площади поперечного сечения у проводников одинаковые однако сила тока на нихромовом проводнике меньше чем на никелиновом мы можем заключить что сопротивление проводника действительно зависит от свойств вещества величина которая характеризует проводящие свойства вещества называется удельным сопротивлением проводника запишите и запомните ребята удельное сопротивление проводника это сопротивление проводника из данного вещества с площадью поперечного сечения 1 метр квадратный и длиной 1 метр удельное сопротивление проводника обозначают греческой буквой ром и измеряют в омах умноженных на метр однако поскольку площадь поперечного сечения проводника удобнее измерять в квадратных миллиметрах так как это больше соответствует размерам реальных проводников чаще встречается другая единица измерения удельного сопротивления ом миллиметр квадратный деленный на метр значение удельных сопротивлений веществ можно найти специальных справочных таблицах на экране вы видите удельное сопротивление некоторых веществ при температуре 20 градусов запомните ребята сопротивление металлических проводников зависит от температуры но подробнее об этом мы поговорим на следующих уроках давайте сравним удельное сопротивление и выясним какой из приведенных в таблице проводников обладает лучшей проводимостью рассмотрите таблицу определили верно наименьшее удельное сопротивление у серебра значит серебро очень хороший проводник применяемый для изготовления контактов и проводников в электротехнике и электронике однако серебро дорогой материал поэтому для изготовления соединительных проводов используют медь и алюминий удельное сопротивление которых незначительно больше чем у серебра это тоже очень хорошие проводники из сплавов металлов с большим удельным сопротивлением например не хрома или никелина изготавливают спирали для электронагревательных приборов также эти сплавы используют для изготовления резисторов и так исходя из наших опытов можно сделать вывод о том что сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от вещества из которого проводник изготовлен формула для расчета сопротивления проводника выглядит так р равно ро л деленное на с решим задачу железный провод длиной 500 метров имеет площадь поперечного сечения 2 миллиметра квадратных найдите сопротивление данного провода попробуйте записать краткое условие задачи сами смогли не забыли с помощью таблицы определить удельное сопротивление железо она составляет 0,1 10 ом миллиметр квадратный деленный на нет запишем формулу для расчета сопротивления проводника р равно ро умноженное на l и деленное на с подставим в нее данные задачи и определим что сопротивление железного провода длиной 500 метров равно 25 омом очень часто на практике необходимо изменять силу тока в цепи увеличивая или уменьшая ее так например происходит в театре когда перед началом спектакля в зале постепенно гаснет свет открывается занавес и освещается сцена как вы уже догадываетесь сделать это возможно изменяя сопротивление цепи приборы позволяющие регулировать силу тока в цепи называют реостатами вы помните что на электрических схемах реостаты обозначают вот так понять принцип работы реостата нам поможет видеофрагмент возьмем проволоку с большим удельным сопротивлением например нихромовую при включении такой проволоки в электрическую цепь один контакт неподвижен а другой перемещаются вдоль проволоки вы можете наблюдать как меняется сила тока в цепи при перемещении контакта наблюдая за показаниями амперметра понятно что чем большая часть проволоки включена в цепь тем больше ее сопротивление и следовательно меньше сила тока в цепи школьной физической лаборатории вы познакомитесь с ползунковым реостатом давайте узнаем как он устроен на керамический цилиндр намотана никелиновая проволока покрытая тонким слоем окалины окалина позволяет изолировать витки проволоки друг от друга по расположенному вверху металлическому стержню можно перемещать ползунок контакты ползунка прижаты к виткам обмотки и в результате трения слой окалины под контактом стирается электрический ток в цепи проходит от витков проволоки к ползунку а через него в стержень на котором находится зажим другой зажим соединен с одним из концов обмотки таким образом ток проходит от одного зажима до другого через витки и обмотки число которых можно менять зависимости от положения ползунка на каждом реостате обязательно указывают его максимальное сопротивление и допустимое значение силы тока посмотрите видео фрагмент и попробуйте самостоятельно объяснить как изменяется сопротивление цепи при движении ползунка реостата давайте решим экспериментальную задачу и ответим на вопрос как зависит сила тока участка цепи от его сопротивления при постоянном напряжении на этом участке внимательно смотрите видео фрагмент и записывайте в тетрадь показания электроизмерительных приборов а потом проанализируем эти показания и сделаем вывод думаю вы верно заметили что при постоянном напряжении на участке цепи сила тока в нем обратно пропорционально сопротивление по результатам эксперимента мы получили следующие значения силы тока и сопротивления на участке цепи при постоянном напряжении на этом участке давайте построим график зависимости силы тока от сопротивления и проанализируем его на координатной плоскости отметим точки и соединим эти точки плавной линии из курса математики вы знаете что такая линия называется гиперболой и представляет собой график обратно пропорциональной зависимости величин мы еще раз убедились в том что при постоянном напряжении на участке цепи сила тока обратно пропорционально сопротивлению этого участка а теперь потренируемся в решении задач и определим какой должна быть площадь поперечного сечения никелиновой проволоки для изготовления реостата рассчитанного на сопротивление 10 ом при длине проволоки 4 метра запишем краткое условие задачи с помощью таблицы удельных сопротивлений определим удельное сопротивление никелина она составляет 0,4 ом миллиметр квадратный деленный на метр запишем формулу для расчета сопротивления проводника р равно ро л деленное на с из нее выразим формулу для нахождения площади сечения провода с равно ро л деленное на р вычислим значение площади в ответе получим 0,16 миллиметра квадратного ребята вы хотите узнать какова длина нити лампы накаливания давайте решим задачу оценим длину нити лампы накаливания если при напряжении 220 вольт сила тока в лампе равна 0,5 ампер известно что толщина нити равна 0,05 миллиметра а удельное сопротивление вольфрама при рабочей температуре составляет 6,6 на 10 в минус 7 степени ом метр запишем данные задачи будем искать длину нити из формулы для расчета сопротивления выразим формулу для определения длины проводника или равно r умноженное на с деленное на ром из курса математики вспомним что площадь поперечного сечения нити может быть выражена через диаметр нити формулы с равно и d квадрат деленное на 4 на прошлом уроке мы узнали что сопротивление можно найти с помощью отношения напряжения на участке цепи к силе тока на нем подставив вспомогательные формулы формула для вычисления длины получим рабочую формулу и равно у деленное на и умноженное на пиды квадрат деленное на 4 ро произведем вычисления будем очень аккуратными и узнаем что длина нити лампы накаливания равна 1 целый 3 десятым метра это просто удивительно ведь размеры самой лампы гораздо меньше как же так дело в том что не лампы накаливания представляет собой очень тонкую вольфрамовую проволочку свернутую в двойную спираль поэтому почти полтора метра вольфрамовой нити легко помещаются в небольшой колбе лампы решим еще одну задачу сварочный аппарат присоединяют в сеть медными проводами длиной 100 метров и площадью поперечного сечения 50 миллиметров квадратных найдите напряжение на проводах если сила тока равна 125 ампер самостоятельно выполните запись краткого условия воспользуйтесь таблицей удельных сопротивлений для нахождения удельного сопротивления меди а теперь проверьте верно ли вы записали условия на прошлом уроке мы выяснили что напряжение цепи равно произведению силы тока на сопротивление этого участка цепи у равно и умноженное на r подставим в эту формулу выражение для расчета сопротивления r равно ро l деленное на с получим рабочую формулу у равно и ро л деленное на с подставим численные значения величин формулу и найдем что напряжение на проводах аппарата составляет четыре целых двадцать пять сотых вольт а теперь давайте проверим хорошо ли вы усвоили материал сегодняшнего урока и устроим небольшое испытание по итогам которого вы сможете самостоятельно оценить свою работу на уроке внимательно слушайте и читайте условия заданий появляющиеся на экране и выбирайте верные утверждения сопротивление проводника зависит от а приложенного к нему напряжения б силы тока и приложенного напряжения c материала проводника д длины площади поперечного сечения и материала проводника не торопитесь внимательно думайте второй вопрос удельное сопротивление золота равно 0,24 тысячных ом миллиметр квадратный деленный на метр это означает что а сопротивление золотого проводника длиной 0,24 тысячных метра и площадью поперечного сечения ноль целых одна десятая миллиметра квадратного равно одному ому б сопротивление золотого проводника длиной один метр и площадью поперечного сечения один миллиметр квадратный равно ноль целых двадцать четыре тысячных миллиметра квадратного равно одному ому д сопротивление золотого проводника длиной 0,1 метра и площадью поперечного сечения 0,1 миллиметра квадратного равно 0,24 тысячных ом следующая задача как изменится сопротивление проводника если его длину увеличить два раза а увеличится в два раза б не изменится c уменьшится в два раза д станет равным нулю следующий вопрос с помощью какого устройства можно плавно регулировать силу тока в цепи как оно называется выберите обозначение устройства и запишите его название пятый вопрос какую проволоку лучше использовать для изготовления реостата а серебряную б медную c алюминиевую д никелиновую шестой вопрос какая из медных проволок изображенных на рисунке имеет наибольшее сопротивление при одинаковой длине внимательно рассмотрите характеристики проволок ответ а 1 ответ b 2 ответ c 3 ответ d сопротивлению всех проволок одинаковая седьмой вопрос по данным приведенным в таблице определите какая пара веществ является лучшими изоляторами а серебро и фарфор б мете никелин с фарфор и эбонит д алюминий и эбонит а теперь узнаем правильно ли вы выполнили проверочную работу и оценим вашу работу на уроке сравните свои ответы с верными ответами приведенными в таблице и поставьте себе оценку за урок соответствии с указанными критериями только очень объективно и честно если у вас нет ошибок отметка за урок 5 если ошибка 1 это четверка внимательно проверьте и повторите вопрос который вызвал у вас затруднения если ошибок 2 или 3 вы получаете отметку 3 если ошибок больше 3 вам придется еще раз внимательно изучить материал сегодняшнего урока который заканчивается и нам пора вспомнить его самые главные положения сегодня на уроке мы узнали что электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества из которого проводник изготовлен удельное сопротивление проводника характеризует его проводящие свойства чем она меньше тем лучше проводник проводит электрический ток сила тока на участке цепи с постоянным напряжением обратно пропорционально сопротивление участка реостат это прибор для регулирования сил токов и напряжение в электрической цепи урок заканчивается ребята я благодарю вас за работу на уроке и прощаюсь до следующей встречи до свидания